500 энтузиастов из разных уголков России собрались на школе лидеров детских, подростковых и молодежных клубов. Собрались, чтобы вдохновиться интересными идеями на предстоящие летние каникулы. Замечательная школа лидеров и масса замечательных впечатлений я получила. Очень много впечатлений, очень много эмоций, огромная мотивация, то, с каким огнем в глазах нам все рассказывают, огромные призывы, это, возможно, лучшая школа лидеров, которая была. Одновременно проходило более чем 20 семинаров на личное усмотрение лидера. Очень классно, мы ходили здесь вокруг, нашли слепыша, вообще столько животных, разные звуки. Спасибо большое. Поскольку предстоящее лето – это походы, туристические лагери, спортивные мероприятия, то одним из самых популярных стал курс по оказанию первой медицинской помощи с выдачей сертификатов. Красный Крест, когда приехали, и мы нас там обучали, ну, оказанию первой медицинской помощи, мы получили сертификатики, поэтому, если что, ребят, мы вас не бросим, вы упадете, мы быстренько шух-шух-шух откачаем, там, туда-сюда, будете как новенькие. Эта школа лидеров объединила представителей сразу пяти клубов – детского искателя приключений, подросткового следопыт, амбассадор для молодежи до 21 года, клубов студенческого и молодежи постарше. Вообще, мне понравилось, что очень интересные актуальные темы у молодежи были. Но я так как наставник следопытов, поэтому я ходила по ступени, и тоже поднимались такие интересные моменты. Мне было интересно выслушать опыт, послушать от других наставников, директоров опыт. И узнать, что родители все-таки это союзники в клубе, а не балласт. Помимо семинаров, в послеобеденные часы проходило 30 мастер-классов и тренингов, от макроме и вязания крючком до управления финансами и астрономией. Я считаю, что школа удалась. Очень высокого уровня были преподаватели. И по отзывам, конечно, мы еще будем собирать обратную связь через анкеты. Но пока то, что я слышу, то все очень восхищены и очень довольны. И я наблюдаю за молодыми людьми, за их тетрадями. Тоже по-всякому бывает на разных мероприятиях, но я вижу, как здесь у некоторых тетрадей списаны больше, чем наполовину. Я очень надеюсь, что те знания, которые они приобрели, те семинары, которые они посетили, мастер-классы, все это послужит им очень благополучно в выполнении их миссии, ради которой они здесь, по сути дела. Поэтому мне кажется, что цель достигнута. Отношения в клубе – это особая тема. К примеру, в походах сильно идет за слабым, чтобы помочь в нужную минуту. Эти и другие принципы, взаимные поддержки воспитывают в юных сердцах заботу друг о друге. Мне, конечно, больше всего понравилось, что за меня все переживали. Это я тот человек, который с 39 температурой лежал и не могла отойти. Мне действительно эта молитва всеобщая, она очень сильно помогла. Ну, конечно, я старалась не пропускать семинары. Я пропустила только один молодежный семинар. А так я сходила на детские семинары по клубам искателей приключений, на специализацию тоже. Одна из участниц школы лидеров, Юлия Качалова, мастер спорта международного класса, погреблена в байдарках и каное, участница летней олимпиады, также поделилась своими впечатлениями о встрече. Настолько прекрасно жить среди молодежи, для которых закон Божий, настолько в сердце записан, что буквально вчерашний пример, что я поставила на зарядку свой телефон, в котором вложены карточки, водительские права, удостоверения, все счета там. И я ушла, и часа четыре далеко от того места, где я находилась была. И я спокойно, даже без страха, могла знать, что я вернусь обратно и найду вот там. Школа лидеров завершилась. Впереди добровольческое служение, а это значит, что полученные знания плюс творческий подход в их применении дадут на практике массу благословений как самим лидерам, так и их клубам. Светлана Корсак, Кирилл Коптьев, Служба новостей.